МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уникальный эксперимент телеканала «Беларусь-2». Каждую неделю герои нашего проекта инспектируют белорусские города. Под ревизию попадают гостиницы, кафе и достопримечательности. Причем наши инспекторы должны не только хорошо отдохнуть, но и сэкономить. А определять, кому и какую маршрут достанется, будет игра «Камень, ножницы, бумага». Ну что же, не пройтись ли мне по своим владениям? Кстати, теперь я радивил Олеся Валерьевна. Посмотрите, это колыбельки, кубоколос. Я, честно говоря, никогда не думал, что окажутся мне так близко. Здесь хочется прямо так порхать. Места хватает. На сигны и даже покататься. Есть плиты. Здесь можно приготовить, покушать или разогреть. Привет, это «Камень, ножницы, бумага». В Несвеж едут, чтобы посмотреть замок, а зачем-то доедут в столбцы. Где дешевле гостиницы, почем обед и где веселее отдыхают – в столбцах или Несвеже? Давайте проверим. А тестировать эти города будут Олеся и Дима. Дима путешествует в основном по загранице. Оно и понятно. Дима – дипломированный переводчик. В отпуске предпочитает совершенствовать языки и знакомиться с девушками. Олеся в путешествиях ценит комфорт и роскошь. Она всегда придирчиво выбирает отелей. И если что не по ней, сразу грозит плохим отзывом на сайте бронирования. Привет, Олеся, привет, Дима. Привет, Вика. В этих конвертах два маршрута. Один в Несвеж, другой в столбцы. Куда вы хотите больше поехать? Наверное, так, в столбцы. Не, в Несвеж я хочу в Несвеж. А ты, Дима? А я хотел в Несвеж, но теперь я хочу в столбцы. Как истинный джентльмен. Истинный. Ну что, давайте сыграем в камень, ножницы, бумага, чтобы определить, кому какой маршрут достанется. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Пожалуйста. Ну что, тянем? Столбцы. Несвеж. Эй, ждите. Как и не хотела, все. Будет жарко. Я поехала. Я так понимаю, что Олеся довольна, а вот Дима? А почему нет? В Несвеж я вроде уже и был, почему бы не сыграли столбцы? А что ты знаешь про столбцы? Я знаю, что я поеду, наверное, туда на электричке. И все? И больше ничего не надо. Ну что, хорошей вам поездки. И помните, что вам нужно не только хорошо отдохнуть, но и сэкономить. У кого получится это лучше, тот и будет экономить. Я тоже. Поехали. Из достопримечательностей я выбрала Несвежский замок, потому что считается самым, наверное, красивым замком в Беларуси. Ну что же, вот я и в Несвеже, а именно в северно-восточной части города. И вот самая главная достопримечательность – это Несвежский замок. Вход в замок стоил 14 рублей. Замок был заложен Радивиллом-Сироткой в 1583 году на месте просто обычного деревянного замка. Да, и привез итальянского архитектора, чтобы построил ему красивую крепость. В начале строительства замка принимал участие итальянский архитектор Бернардони. Я приехал и сразу пошел искать достопримечательности. Мне местные подсказали. Значит, первое, я пошел в церковь Святой Анны. Церковь Святой Анны очень интересная постройка. Почему? Пережила антирелигиозное гонение при Советском Союзе. И даже в это время функционировало, что немаловажно. Кстати, церкви уже практически 200 лет. Стиль неоклассицизм. И просто посмотрите, какая красота! Вы знаете, когда находишься рядом с ней, такое ощущение, будто ты в Петербурге. И это ощущение северной столицы, оно вас преследует в хорошем смысле слова неспроста. Потому что сам архитектор вдохновлялся именно северной столицей при создании этого проекта. Ну что же, зайдя в замок, на мои глаза попадаются сразу исторические костюмы. И пройти мимо них я не могу. Оказывается, в них можно сфотографироваться. Такая услуга стоит 3 рубля 30 копеек. И я не удержалась, чтобы не сфотографироваться. Ну что же, не пройтись ли мне по своим владениям? Кстати, теперь я радивил Олеся Валерьевна. Шляпка нормально сидит? В костюме разрешено гулять на территории замка и фотографироваться в течение 10 минут. Честно говоря, могу сказать абсолютно точно, что я себя вполне комфортно чувствую в данном костюме. Поэтому если бы я жила в те столетия, то я уверена была бы княжной. А знаете ли вы, что на территории современных столбцов родился в конце 19 века Якуб Колос, наш знаменитый белорусский писатель? В городе есть филиал музея Якуба Колоса. Это именно то место, где родился поэт. А вот и посмотрите. Это колыбельги, куба Колоса. Честно говоря, никогда не думал, что окажусь к ней так близко. Я видел в принципе тот быт, как все было устроено в 19 веке. И немногие наши телезрители поймут, что вообще это такое и что с ним делать. А в 19 веке, между прочим, некоторые из вещей именно таким вот способом утюжили. Вот так вот делали и утюжили. А некоторые вещи было легче поутюжить вот, собственно, таким уже более современным, на наш взгляд, утюгом. Я видел холодильник из тех времен. О, какое интересное лукошко. Я тут узнал, что это на самом деле холодильник, скажем так, 19 века. Например, закололи вы кабана. И вот мясо, его засоленное, хранили вот здесь. Очень удобно. Ни одна мышка, ни один котик не достанет. Очень здорово. Экскурсию по дому Якоба Колоса я заплатил 11 рублей. Как оказывается, это самая старинная часть замка, которая сохранилась еще со времен Радивилла. Кстати, по этой лестнице когда-то ходил и сам Радивилл. Я нахожусь, наверное, в самой золотой комнате замка. Посмотрите, сколько золота. Мне кажется, это настоящее золото. Кстати, мне сейчас рассказали классную новость, что замок можно будет посещать. И ночью с 1 октября ты сможешь увидеть, возможно, увидеть, я не знаю, дух самой Барбары. Радивилл, я слышу шагеты. Ты что-то видел? В городе хранят память о великом поэте. Четыре дома-высотки расписаны граффити. В тихами великого поэта в четырех вариациях. Зима, лето, осень, весна. На самом деле смотрится просто нереально круто. И я рад, что современность сливается с традициями, рождает такой прекрасный симбиоз искусства. Вообще замок делится на две половины. Мужскую и женскую. Сейчас я нахожусь, естественно, в женской части замка. Да, мебель действительно оригинальна 19 века и принадлежала народу Радивилла. Ну, честно говоря, меня очень удивило, что мебель до сих пор сохранилась. Кстати, как мне рассказали, находилась она на вилле в Каннах и была выкуплена музеем в Нью-Йорке. А знаете, какая сумма была? Нет, не знаете? А я знаю. Исчислялась она в несколько сотнях тысяч долларов. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Ну что же, не пройтись ли мне по своим владениям? Кстати, теперь я Радивилл Олеся Валерьевна. Посмотрите, это колыбельги, кубоколос, честно говоря. Никогда не думал, что я покажусь к ней так близко. Столцы Диме напомнили Санкт-Петербург. Но не Петровский, а Колосовский. Везде стихи великого поэта. Кстати, экскурсия по музею кубоколоса стоит 11 рублей. Ну, дороговато, я считаю. Ну, а что же Олесе? Олесе, естественно, отправилась гулять по Нерсеверскому замку. Итак, считаем ее расходы. 14 рублей за вход, плюс 1 рубль 30 копеек за фото в историческом костюме. Ну, понятно, кто победил 1-0 в Димину пользу. А наши инспекторы отправляются тестировать гостиницу. Ну, так как мне нужно было сэкономить и взять самый бюджетный номер. Я, конечно, видела разные эконом-варианты, но вот этот вариант, который располагается прям в конюшне Радивилов, ну, неожиданно. Хотя, честно говоря, выглядит на пятерочку. Закончить мою проигрышную серию в камень-ножницы-бумага я решил испытать самый бюджетный вариант. Добрый день, можно у вас заселиться? Это даже не гостиница, это место временного пребывания при физкультурно-оздоровительном комплексе. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, хотела бы заселиться в вашей гостинице, но мне нужен самый такой простенький дешевый номерок. Вы знаете, к сожалению, сегодня в связи с большой загруженностью отеля, самый простой номер вам, к сожалению, не могу предоставить. На сегодняшний день у нас имеются свободные номера. Есть только иной ценовой категории, это номера люксы. Ну, я сначала расстроилась, потом думаю, это же шанс, опять вип-комнаты, все, как я люблю. Ну, наверное, давайте уже заселяться сразу. Что делать? Нету других номеров. И в итоге я отправилась жить в замок, потому что вип-комнаты, они так у них и называются, вип-комнаты, их четыре штуки, располагаются в самом замке. Ну-ка посмотрим. Итак, у нас есть две кровати, надеюсь, ко мне сегодня никого не подселят. Так, хорошо, стаканы, стол, стулья, все довольно стандартно. Так, холодильник. В целом номера выглядят довольно аскетично, я бы так сказал, минималистично. Так, ничего себе, это уже, наверное, начинается номер. Ощущается, что люкс. И что 120 квадратов. До сих пор, там, родственники Радивиллов, они останавливаются именно в этой гостинице. И именно в номере 4. Такой зал. Есть чайник, посуда, все необходимое. Холодильник. Телевизор у нас, ну, тоже абсолютно стандартно, нормальный телевизор. Шкаф-купе, опись имущества, не дай бог, кто-то что-нибудь снесет. Ну, у меня был легкий шок, потому что номер нереально большой. Большой коридор, где аж целых два дивана. Здесь хочется прямо так порхаться. Места хватает. На сигны даже покататься. Посидеть. А сейчас наша неизменная рубрика «Мягкая кровать или жесткая». Не распробовал. Нормально. Вау. Вот это, я понимаю, вот это спальня. Прекрасное постельное белье. Кстати, такой номер люкс, люкс под номером 4, вам обойдется в 490 рублей. Уже сюда включено два завтрака. Ну и, как ни удивительно, несмотря на 120 квадратов, номер рассчитан на две персоны. Ага. А вот, смотрите, у нас здесь санузел. Получается, на четверых. Тут тоже второй номер. Два человека еще на четверых. Один санузел получается. Ааааа. Класс. Вот это я понимаю. Вот это люкс, так люкс. Действительно. Уже скорее хочу набрать и попаляться в этой ванной. Приятным бонусом было то, что есть кухня. Есть плиты. Здесь можно приготовить, покушать или разогреть. Тут, ну, даже здесь надо присесть как-то. Мойка для посуды. Кстати, я узнавал, посуда выдается тоже здесь абсолютно бесплатно. Ладно, все, давай, пока. Иди домой, я пошла отдыхать. Бытовая комната. Стиральные машинки, постираем что-нибудь. Повесить, сушиться. Так, утюжок погладить. Ну, блин, все нормально. Довольно все продумано, я бы сказал. 14 рублей в сутки Это стоимость за проживание В столбцах Дима выбирал аж из трех гостиниц Нашел саму бюджетную за 14 рублей С удобствами на 4 человека и общей кухни Такой вариант общежития Ну а что же Олеся? Олеся решила крутить по-королевски Видно, экскурсия по замку на нее подействовала Она не захотела жить в конюшне, он же стандартный номер И поселилась в люксе за 490 рублей Вы не ослышались Думаю, что понятно уже, кто победил в эксперименте В принципе, продолжать не имеет смысла Но мы все же попробуем 2.0 в Димину пользу А сейчас обед Поела я, выйдя из замка Мое самое любимое дело – это выбирать еду Так, ну что же Там самообслуживание, ты сам подходишь и выбираешь Это большой бонус Ну, как и в столовой Время, экономия времени Давайте, наверное, борщ Ем Спасибо большое Нет, спасибо Съела я, значит, салат, курицу, борщ и компотик 9.90 Да И за все это я заплатила 9 рублей 90 копеек Иду быстрым шагом А все почему? Потому что обед – мое самое любимое время дня Я решил, сэкономив на гостинице, я решил позволить себе ресторан Антураж там довольно пестрый, такой весь розовый, желтый Немножко на глаза давил, но я закрыл на это глаза Добрый день Добрый день Добрый день Да Аааа, тяжела ноша, но своя, как говорится Сейчас буду пробовать Итак, я заказал себе борщ, холодник, салат греческий, поджарка куриная плюс запеченная картошка Ну и, конечно же, как в одном из фильмов о компот А компот есть Приятного всем аппетита Холодник Приемлемый Нормальный холодник Теперь я приступаю к супу Прям как в детстве Действительно очень вкусный борщ Как-то даже неожиданно Вкусно Мой вердикт вкусно Только чуть-чуть не хватает соли Это уже мои личные пожелания Только настоящий белорус может понять всю прелесть картошки Так мяса захотелось Курица действительно очень вкусная Нереально вкусная Попробуем салат В целом хорошо Только какой-то интересный сыр Он такой, ну, не соленый Такое ощущение, что сыр, который там обитал Он был разморожен абсолютно безвкусный То есть салатом я остался недоволен Итак, я наелся от пупа И за все у нас 6 рублей 72 копейки В принципе, я доволен Как по мне, так я выбрала Все свеженькое, вкусненькое и полезненькое Камень, ножницы, бумага Раз, два, три Здесь хочется прямо так порхать Места хватает На сигны и даже покататься Есть плиты Здесь можно приготовить, покушать Или поразогреть Олеся решила не только гулять по замку Жить, но и еще и поесть недалеко от замка В итоге обед в кафе обошелся ей в 9 рублей 90 копеек Ну, а в колбцах Диму, в принципе, тоже принимали по-королевски Не все же Олесе Посадили в банкетный зал Принесли первый, второй компот И за все это Дима заплатил 6 рублей 72 копейки Правда, салат ему не очень понравился Но зато цена вполне приличная 3-0 в пользу Димы, а сейчас развлечения Ну что же, развлечения мне долго искать не пришлось И я их нашла в самом Несверском замке Поэтому я бегу уже на квест Видно, как я бегу Есть на территории замка квест И в квесте участвуют актеры Кстати, играют они безумно хорошо Как же ты открываешься? Зачем же так пугать народ? Выбрал он свою голову квест Что? Пароль? 017 Открылся Ух ты, какие-то листочки Так Я Альжибетта Юфимия Радивилл Из рода Вишневецких Жена князя Николая Радивилла Квест направлен, в принципе, на исследование замка Ну что же, мне нужно отправиться на лестницу Да-да, вход в башню разрешен При помощи этого квеста Ты опять же можешь посетить Те комнаты, где вход туристам запрещен Ну а я Не знаю, куда иду Не знаю, вернусь ли я Потому что здесь очень темно Какой-то страшный квест Самки В общем, с развлечениями в городе немножко беда Физкультурно-здоровительный комплекс в очередной раз мне помог Помните, как в детстве мы делали вот так вот перед подачей И были уверены, что сейчас мы точно забьем Ага, я же говорил Получилось Режьте Блин Квест действительно очень такой был завораживающий Ну что же, я прошла квест Кто молодец, я молодец Квест пройден, ваш подарок Так все серьезно у вас Даже подарочек, ничего себе Вот такой классный подарок Мешочек, блокнотик и шоколадка маленькая Теперь мы пришли немножко погонять шары Я думаю, мы сделаем это красиво Честно говоря, ну не очень было весело Я просто хотел раскратать немножко время И поиграл Да, за все я отдал 10 рублей К слову, в городе сейчас строят уже торгово-развлекательный центр И надежды горожан связаны именно с ним Надеемся, что он построится как можно скорее Ну что же, на одном квесте я не остановилась И нашла еще одно развлечение в виде Не знаю, что это называется 3D-развлечение Виртуальность Реальная виртуальность На выставке представлено более 50 героев белорусских сказок Так, что же здесь нужно делать? Ух ты! И здесь осень в игре И когда ты надеваешь на себя эти очки То окунаешься прям в историю наших белорусских сказок Ой, это моя рука Это реально моя рука Меня кто-то ест Чтобы меня стало укачивать от этой 3D-реальности А как отбиваться снизу же, да? Да, просто Ну что же, спасибо большое Мне очень понравилась виртуальная среда Единственное, как-то немножко укачало Пора звать наших инспектора в студию и подводить итоги Привет, Дима Привет, Олеся Привет Ну что? Как развлечения в Столбцах и неотвежи? Клево Я вообще не жалею, что я поехал в Столбцы Как развлекся, Дима? Вообще, вся жизнь Столбцов крутится вокруг одного здания, на мой взгляд Это физкультурно-оздоровительный комплекс И можно и поспать, можно и поиграть в теннис, и в льерт, и оздоровиться Ну, там скоро еще будет развлекательный центр, поэтому скоро все будет получше немножко За развлечение ты заплатил? 10 рублей Олеся? За развлечение заплатила 31 рубль Развлекалась в замке, играла в квест, а виртуальная реальность Это за два квест ты заплатила Это за один квест и виртуальная реальность Ну что, давайте считать ваши потраченные деньги Давайте Я даже боюсь подсчитывать, сколько потратила Олеся Мне кажется, что это очень-очень большая сумма Давайте начнем с Димы Давайте Дима в Толцах потратил 41 рубль 72 копейки Ты потратила вне свежи 546 рублей 20 копеек Это за один день и только в одном замке Извините, сколько еще раз? Эт, ну, 541 Что? Что там делать можно было? Я экономила, как могла Взять один люкс и больше почти ничего не делала Ну, не классно Как? Весни Ну, так получилось Ну что, мне кажется, и так понятно, кто выиграл Дима А вот Олеся, кажется, получает Вообще, вышла в брок Да, получает швабру И выигрывает в номинации Самая дорогая поездка в истории нашего проекта Иногда мне хочется быть на месте Олеси Зависть, плохое чувство Согласен Это был проект «Камень, ножницы, бумага» Не кидайте камни в проигравших Лучше проверьте все на себе Пока А, ну я же госпожа или князня Там заснята, короче, такая вот штука на веревке Заново или как? А, если я это все говорю, значит, нужен ответ Какие-то у нас не будет Да, я этого не буду Я просто говорю «Добрый день» и все Мне кажется, что я снова подборщаюсь от семьи Рудвилов Ну как, пролезь? Идем? Раз, секунду, секунду, перебивка будет Облюдаю, наблюдаю Ну, понимаете, мне надо говорить Такая у меня работа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова